Приветос, эээ, нет, давайте вот лучше так. Приветствую вас на новом материале. Сегодня я приготовлю для вас 10 самых интересных и редких фактов на тематику создателя Майнкрафта, то бишь Нотча. Думаю, мне удалось найти такие факты, о которых вы не знали. Но в таком случае, приглашаю вас на просмотр. Друзяшки, сегодня я хотел бы пригласить вас в игру Galaxy Legend, которая доступна на Android и iOS. А сделать это хочу не просто так, мне нужна ваша помощь. Добавляйтесь ко мне в друзья, мой ник Неркин, и мы с вами сможем завоевать всю галактику. Будем отправлять друг другу подарочки. Я, кстати, уже собрал 10 источников энергии Пандоры и 42 чипа, чего желаю и вам. И вот один еще интересный факт, Нотч тоже любит поиграть в эту игру. Ссылочка в описании. Маркус Персон, более знакомый нам как Нотч, родился 1 июня 1979 году. Его охота к программированию была очень огромная. Что самое интересное, начал он программировать в 7 лет. Для этого детища он использовал компьютер отца, Commodore 128. А свою первую игру уже создал, когда ему было 8 лет. Сейчас на экране вы видите фотографии Нотча, когда он был молод. Ну согласитесь, он не похож на того Нотча, которого мы все знаем. Жена Нотча была первым тестировщиком игры. Играя уже в более-менее стабильную версию Майнкрафта, была очень впечатлена. И после этого начала играть каждый день и следить за развитием игры. Нотч обещал сбрить свою шикарнейшую бороду, если сборы с Humble Bundle Mojang перевысит полмиллиона. Удалось собрать такую сумму и, как вы уже поняли, за базар нужно отвечать. Что он и сделал на видео, которое выложил на официальный канал Mojang. Без бороды он выглядит слегка странновато. Маркус имеет свой личный канал на ютюбе, под названием Низоч. Выкладывал туда разные видео по Майнкрафту. Когда он делал что-то новое и необычное, или обновлял Майнкрафт, он снимал про это видео. И показывал всем желающим, которые следили за развитием игры. Видео про первую стабильную версию игры, Нотч опубликовал 13 мая 2009 года. Спустя пара дней, может быть даже в тот же самый день, начал вести активную работу над игрой. Если вы хотите, то в описании находится ссылка на оригинальный канал Нотча. Нотч также создал примерно 15 других игр, которые никак не относились к студии Mojang. В описании к этому видео вы можете найти целый список этих игр. А пока вы можете наслаждаться скриншотами из этих, так сказать, первобытных игр. Инфини Майнер, это игра, благодаря которой Майнкрафт, возможно, бы и никогда не появился на свет. Нотч, вдохновляясь этой игрой, начал программировать знакомую нам своей формой Майнкрафта. Что интересно, то механика этой игры, Инфини Майнер, есть очень похожая к Майнкрафту. Маркус Персон продал фирму Mojang Microsoft за 2,5 миллиарда долларов, говоря, что даже не торговался при этом. Добавил к этому, что когда он продал игру, снял себе ответственность за эту тяжелую ношу. Но все прошло, когда он купил себе дом за 70 миллионов долларов. Цитирую слова Нотча. Имея все, ты перестаешь стараться, и это очень сказывается на отношениях между близкими. Как видите, деньги счастья не приносит. А сейчас приглашаю вас в гости в Пентхаус Нотча. КОНЕЦ Маркус поженился с Эллен Заттерстанд в 2011 году. Она выполняла функцию администратора на главном форуме Майнкрафта. К сожалению, их отношения продолжались не очень долго. В 2012 году развелись по никому непонятным причинам. Нотч, кстати, имеет дочь. Мина Альмина Зельда Заттерстанд. Черт побери, это очень сложно выговорить. Мама Маркуса Ритва Персон работала акушеркой в местной больнице. Отца Нотча звали Биргер, и он работал на железнодорожной станции. К сожалению, он имел проблемы с наркотиками. Это привело к самоубийству в 2012 году с помощью огнестрельного оружия. Помните, наркотики это зло. Нотч также участвовал в разработке игры Вурм Онлайн. Сервера которой работают до сих пор. Задумка этой игры очень оригинальная. Приглашаю вас в описании, где вы найдете ссылку, чтобы почитать больше об этой игре. Продано более чем 100 миллионов копий игры. Большая часть из них приходится на мобильную версию игры на системе Android, iOS и Windows. Признавайтесь, у кого есть карманы изданий игры? Это все факты, которые я на сегодня приготовил для вас. Если бы вы хотели увидеть другие интересности и факты, оставьте под роликом свой лайк. Если домьем под роликом тысяч пять лайков, на следующей неделе выйдет новый ролик. Также можете подписаться, если вы еще не подписаны. Плюс к этому, не поленитесь перейти на мой канал и нажать на небольшой звоночек. Тем самым, вы сможете получить оповещение о том, когда выйдет следующий ролик. Я с вами прощаюсь. Держитесь, еще услышимся!